вот похожие приемы которые мы делали уже да сейчас мы проделаем с шеей но точно так же быстренько вере сидя проделаем сидя на шейно-воростниковую зону также быстро проверяем диагностируем перед каждым посещением нашего пациента клиенты смотрим и заодно это же уже есть легкий быстрый массаж долго массировать просто стряхнули повибрировали послучали особенно по краям социальных отростков это очень важная часть потому что по триггерным точкам на самом деле проблема может быть в руке исходит отсюда 15 до 3 2 . вот и кроме того эти же мышцы они закрепощают весь наш сухожидный шлем очень часто но верить мы избавляя от этого избавляем человека от головокружений шума в ушах до бессонницы хронической усталости метеозависимости многие меня честно говорю спасибо потому что не ожидали женщины буквально с первого раза не имели пальцы рук так что просто покалывали кого-то выголки постоянно будут вставляют сюда и ночью и днем я буквально а это были у него подамкил то есть седьмой шейный и первый грудной вот за одно сеанс хватило все то есть но смотрите вот эти вот три пальца это верхний отдел шеи и вот два три позвонка грудных да а вот между лопатками грудной отдел это вот эти два пальца если не имеет показать 1 тоже покажем что же начали вот дополнительно пробили постучали до метод растяжки в принципе то же самое и стоит ну зависит от того клиент вот смотрите я его голову на бок и чуть-чуть начинаем по спирали то есть такая представьте самурайская техника узнать как они бьют мечами не знает как показать тут на этом по технике золотого сечения графической спирали то есть наше тело наше тело создано по законам грифмической спирали у нас все сочленения они относительно друг другу в каких правильных пропорциях находится ну не будучи раздаваться до чего фибоначчи кого тут заметно если это например один сантиметр 2 2 сантиметра потом три сантиметра косточку 5 сантиметров раз получается один один два три пять дальше 8 13 это число фибоначчи вот и поэтому когда они бьют мечом самурай они включают весь корпус тела пошло длина сочленения вот пятки эти пятки толкнулся потом корпус бедром очень много потом корпус плечо предплечье только потом мечи получается такое очень хлест и движение но да и она очень сильная очень мощная надежно везде ну когда я массаж показываю там тоже прием некоторые делаем именно вот пятки массажные а здесь мы представляем что как будто бы у нас все сочленения идут до макушки макушки как будто бы ну этот меч мы поставили да или луч идет вверх и он должен у нас начертить вот эту логарифмическую спираль зачем было мне показать чтобы было понятие ну грубо говоря просто спирали то спирали на как она где-то из центра выходит и расширяется да вот мы из некоторых центра выходим и расширяемся вот туда идем если ты не прямо подвига надо не по кругу мы сворачиваем вот эту всю ось он берем за череп упираемся в плечо рукой растягиваем туда хватает вам руки может вторую руку под помочь таким образом происходит максимальное растяжение мышц боковых связок шейных вот и уже в этом процессе может добавить вторую руку нажимая на ассиста отростки там где вам надо уперся да я чувствую что он проверен в эту сторону не будет право-лево как бы не в этом смысла просто умозрительно понимать в какую сторону вы это делаете да я вот так вот их прожимаю не видно да это взялся сюда чуть-чуть вот так и принципиально вот при достаточной размятой шеи до этих мышц уже вы услышите щелчки далее следующий прием это тракция обязательно когда мы работаем с головой особенно шеи до бываем включать метод акции соответственно какие могут быть просто можно взять на камеру видно за через мягко да и положить его череп основанием на свою перепонку туда вот мягко такое место достаточно получается и потянули вверх у расслабного человека у девушек особенно иногда прям видно что на 2 сантиметра реально посерьезнее человек до помощнее чуть-чуть голову назад и под ушами на тростке там захватываете во-первых можно опять же плечи захватить а сами за счет рук вытягиваете вверх с поворотами с прокручиваниями чувствуете да вот далее если шире короткой принципе можно захватить упор получается в грудь за счет рычага да а здесь мы также даем за ушами получать тот же самый упор рычаг рычаг вверх вот подготовили человека вообще-то правило делаешь поворачиваешь на то что многие испытывают только фронтальную тракцию на самом деле нужно еще добавить вот так вот чуть-чуть по 40 градусов поворачиваем голову да чуть назад еще тракцию вот под таким углом и в сторону чуть-чуть голову запрокидываем как бы назад и немножко так же боковую тракцию когда просто кладем голову как будто бы на плечо да делаем распорку свои и своего предплечье упираясь плечо и как можно ниже в затылок и просто тянем уже может хруст но пока это еще все еще методы подготовки еще раз повторю что все эти методы подготовки это ваша техника безопасности на холодные мышцы лучше не рисковать не делать вот после этого можно сразу перейти техникам до вот снятие функциональных блоков и зажимов просто за счет никого поворота костей нижней части позвоночников нижней части шеи вот он человек здоровый он все хорошо у нас все со стороны некоторые пугается скажется страшно по факту что мы сделали я пропустил даже до сюда по моему здесь вот до второго пузанка по-моему на второй шлины не затонулся или как ну мне показалось там штуки 4 или 5 ну да где-то вот от соединения шейных шина один с грудным 4 сюда и 4 сюда примерно так получилось вот почему потому что давление моего было руки не перпендикулярно или параллельно плоскости плеча а под 45 градусов вектор наклона я делал вот сюда то есть вот соединение где как его найти знаете да но во первых это два самых выпирающих позвонка но у некоторых в этом 3 и 4 но когда мы накладываем сюда руки до поднимаю голову полностью управляясь опускай мы чувствуем тут позвонок который шевелится это значит 6 7 который не шевелится чуть пониже это грудной и мой вектор был направлен примерно на три позвонка ниже его вот туда куда вашу палец указывает видно там на видео вот туда был направлен для этого мою руку ставим в корпус ну так а именно полностью формируя стрелу или как прибор с вектором от локтя до вот этого места соединения жестко и туда закрепить не гнется понимаете так подрежем сейчас еще раз покажите еще раз давайте давай спорте ухожу со стороны значит голова размята полосы мы проверили что она все-таки гнется тоже там уже держит рука подстраховывая да рука входит в доверительное отношение к нашему клиенту говоря ему мы с тобой одной крови да когда он почувствовал доверие да тут мы резко вдавливаем вот прямо туда а это рукой но тоже смотрите по человеку если человек достаточно но легкий такой до подвижный то можно прямо вот в этой плоскости в сагитальной просто в эту плоскость повернуть в голову сюда есть достаточно жесткий то надо в череп подкинув немножко подбросить как бы вверх с поворотом вот туда только что рассказывал да вот это вот вращение и опять же если вы делаете это профилактически да то достаточно просто так сделать да если у вас какая-то цель что-то тут праведа вы прямо конкретно смотрите на этот позвонок и стараетесь в него опереться формируя из всех пальцев торгнуться до формируя либо из какой-то своей косточки из какой получится у вас там да вот упор именно в этот позвонок у кого-то вот это запястье именно вот позвонок и тогда вы уже делать поворот но есть нюанс некоторые люди особенно но ты такой крепкий накачанная а никто такие подвижные прям как это как шланг такой да им нужно никто закрепощение если может вы видели у мальчиков есть ремни такие они ремнями или вот мы используем попроще вещи подставляем колено плечо соответственно у нас уже получилось вот тут жесткий упор да он сам не уползет сюда да вот таким образом мы можем воздействовать на позвонки выше 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 то есть уперев ладонь то есть из ладони получается распорка до в плечо мы выбираем тот позвонок не видно да какое нам нужно повыше еще повыше то же самое там мы большей части растягивали со скручиванием здесь у нас конкретно каждый позвонок я не знаю нельзя вообще сравнить то же самое не то же самое просто в вашем арсенале это должно быть потому что получается так дело тогда да если что-то одно не получилось попробую другой из вас у нас получилась распорка и мы можем уже выбрать конкретно позвонок в какой нам оказывается давление вот следующие приемы работы мануальной правки шейного отдела вы увидите в следующем видеоролике так же я с вами не прощаюсь